Здарова! Сегодня поговорим за Nextcloud. Не так давно вышли минорные обновления для его актуальных версий. Nextcloud 22 обновился до версии 22.2.8, Nextcloud 23 до версии 23.0.5 и Nextcloud 24 до версии 24.0.1. Также напоминаю, что в феврале была прекращена поддержка 21 версии. Поэтому как всегда настоятельно рекомендуем вам обновиться, чтобы быть уверенным, что у вас есть безопасная и надежная платформа для совместной работы с файлами. Основное, что я посмотрел из минорных обновлений, это пофиксили ошибку с длиной пароля, немного доработали производительность федеративного общего доступа и обновили описание для настроек кронжоп, чтобы они соответствовали документации и многое-многое другое, включая в том числе обновления по безопасности. Если вы встретили какой-то баг, возможно его уже пофиксили, а если нет, создавайте репорты на гитхаб или форуме Nextcloud. Хотелось бы еще упомянуть, что по мнению производителя, как вы видите на графиках, 24-я версия Nextcloud более производительная и более защищенная по сравнению с 23-й версией. Ну да, все как обычно. Эта версия Nextcloud также примерно в 4 раза уменьшает нагрузку на ПД для общих операций. Еще они внесли некоторые доработки в приложении Files, которые обеспечивают улучшение производительности и мастабируемости в серверной части. Новый API позволяет индексировать контент Nextcloud с помощью стороннего инструмента поиска. Улучшенные разрешения на общий доступ, позволяющие пользователям указывать права на редактирование, удаление и загрузку в общих папках. Функция Share by Mail с паролем может быть настроена так, чтобы не полагаться на предопределенный пароль. Вместо этого Nextcloud будет использовать временный токен для подтверждения права собственности на адрес электронной почты, связанный с общим ресурсом. Вполнительные сведения об этой функции можно посмотреть на GitHub. Но имха еще пока рано обновляться на эту версию. Я бы немного подождал хотя бы до версии 24.0.2. Хотя у Nextcloud обычно не бывает особых проблем. В обновленных клиентах для мобильных устройств и десктопа также было внесено много изменений. Самое интересное, на мой взгляд, это более глубокая интеграция с Talk. Теперь, насколько я понимаю, вас не будет перебрасывать в браузер для ответа на звонок, а можно это будет выполнить в приложении. Что ж, на этом, в общем-то, все, что я хотел рассказать. Также хотел бы вас пригласить в наше ру-комьюнити Nextcloud в Telegram. Ссылки в описании. Пока!